Вот уже 15 лет в России отмечают праздник, приуроченный ко Дню Святых Петра и Февронии – День Семьи, Любви и Верности. День памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских можно уверенно считать Российским Днём Влюблённых. Традиция его празднования берёт начало в 16 веке, когда Православная Церковь причислила супругов к лику святых. Житие святых князей помогает семьям поверить, что в этом мире можно прожить долгую, счастливую, совместную жизнь. Я всем желаю, чтобы у всех были дети, как можно больше их было, и чтобы они все, главное, чтобы все были здоровыми. А этот праздник, конечно, это праздник семьи, и мы в этот день радуемся, что у нас есть семья дружная, крепкая и большая. Молодым семьям я хочу пожелать терпения, пусть живут в молитвах о детях, о своей семье, терпят друг друга, уважают друг друга и всех благ всех. Я думаю, что в этом году праздник святых Петра и Февронии имеет особенное значение, и связано это ещё и с тем, что совсем недавно этот праздник стал государственным праздником для нашего Отечества. Я радуюсь тому, что в нашей республике есть храм, освященный в честь Петра и Февронии, посвященный этим покровителям семьи, являющимся воплощённым образом любви и верности. И сегодня, конечно же, все наши молитвы этим святым с особой единственной надеждой, чтобы их молитвами Господь укреплял наши семьи, благословлял наши семьи, чтобы наши семьи жили в мире, в поддержке друг другу и, конечно же, хранили традиции. Святые Пётр и Феврония равно почитаются и церковью, и людьми. Их брак – образец христианской семьи. Памятники святым есть почти во всех крупных городах России. Примечательно, что 8 июля – одна из популярных дат в нашей стране для бракосочетания. Вот только церковь в этот день не совершает таинства венчания, так как праздник приходится на Петров пост. Но, с другой стороны, и не воспрещает бракосочетаний, которые проводит ЗАГС. Дорогие друзья, дорогие братья и сёстры, я всей душой и всем сердцем поздравляю вас с сегодняшним праздником. И молюсь о том, чтобы этот день был не просто одним днём, а чтобы он был хорошим и важным поводом для того, чтобы каждому из нас беречь то, что так для нас дорого – наши семьи, наших родных и близких. Сегодня наши молитвы особенно о молодых родителях, которые делают вместе только первые шаги в своей семейной жизни. Пусть эти шаги будут долгими и принесут много радости и утешения. Храни и благослови всех нас Господь. В конце службы архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт отметил многодетные семьи грамотами. Елизавета Мартыненко, Ливан Задзами, Архиз, 24.